Зимний период времени – это пора гирлянд, катания на горках и коньках, а также лепка ледяных скульптур. В городе Чебоксары ежегодно проходит городской конкурс среди органов территориального общественного самоуправления на лучший проект проведения новогодних мероприятий «Новогодний двор». Совсем недавно были подведены его итоги. Обладателем первого места стало территориальное общественное самоуправление «Звездный». В этом году, благодаря стараниям руководства нашего города, администрации Калининского района и администрации города, Мунаш ТОС опять включился и активно участвовал в новогодний проект новогоднего дворового праздника, где мы заняли первое место. И этот двор по номинации «Зимние скульптуры и снега» тоже занял первое место. Так, во дворе дома по улице Пролетарская, 10, жители дома соорудили две большие и красочные горки. Одна из них в виде бульдозера. Творческую активность горожан было сложно не заметить, поскольку в работу было вложено немало сил. Так, председатель Совета многоквартирного дома Татьяна Осинская проживает здесь с 1977 года. Благоустройством придомовой территории она занималась всегда. Летом сажала цветы, зимой лепила снежные фигуры. А вот ледяные горки с жителями квартир этого дома они строят вот уже третий год. Она рассказала, что все жильцы очень дружные и активные люди, поэтому уговаривать никого не приходилось. Наших жильцов долго не надо собирать. У всех большинство молодые родители, с одного слова, все сплоченно живем, дружно очень живем, выходим, работаем. Горку стали создавать, как только выпал первый снег. Работали даже в сильные морозы. Люди разных профессий собирались вместе и трудились по вечерам после своей работы. Житель дома Роман Елелиев рассказал, что украшали горку мишурой и тканью, так долговечнее. Он также поделился, что намного приятней после работы заниматься полезным делом, результат которого радует многих людей. По вечерам лежать на диване, как-то лениться, ну уже неинтересно и не хочется. А здесь и азарт, и свежий воздух. Помахаешь лопатой 2-3 часа, приходишь домой, весь розовый, счастливый, здоровый. А потом, когда все готово, очень приятно наблюдать и видеть, как дети счастливые катятся, кричат, визжат с этой горы, просят папу прокатиться вместе с ними, испытать тот же восторг, что испытывают они. Больше всего удовольствия от проделанной работы, конечно же, получают дети. Кататься на этих горках приходят юные жители со всех близлежащих домов. Мама троих детей, Любовь Павлова, рассказала, что малыши резвятся здесь каждый день. Нам здесь очень весело. У нас в подъезде даже очень много детей, больше 10 детей. Когда мы все выходим, буквально весь двор кижит. Сейчас даже несмотря на морозе, очень много детей гуляет, играет. Мы строим эти горки вместе с нашими любимыми папами, которые стараются для нас. Основной целью конкурса является создание праздничного облика столицы, предновогоднего настроения горожан. На рассмотрение конкурсной комиссии поступила 31 заявка из 57 органов территориального общественного самоуправления. Из них Калининский район представил 5 заявок, Ленинский район – 8, Московский район – 18. Анастасия Соколикова, Екатерина Янгалакова. Жизнь столицы.